Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря европейская статистика. Будем анализировать данные по ВВП Германии, еврозоны и индекс потребительских цен валютного блока. Важные данные, потому что мы готовимся к заседанию Европейского центрального банка в июне и, наверное, как и многие, ожидаем то, что европейский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки и их смягчение национальной монетарной политики. В целом, этих решений потенциально будет достаточно для того, чтобы усилить распродажи главного валютного риска. Даже если этот фонд не справится с этой задачей, у нас всегда есть сделка, именно ее обоснование с точки зрения контраста монетарных политик и ЦБ ФРС и четкого осознания того, что сейчас в лидерах валютного рынка явно находится американская валюта, которая будет оказывать давление на всех своих конкурентов и представителей рисковых инструментов. Вот на этой статистике мы сегодня сфокусируем максимум внимания и, конечно же, начнем готовиться уже к американским данным, которые будут выходить буквально с завтрашней торговой сессии. Это куча релизов, индекс активности производственного сектора, сфера услуг и, безусловно, заседание американского регулятора, которое в конце недели будет приправлено еще к нонфармперл с отчетом по состоянию американского рынка труда. Поэтому готовимся к высокой волатильности, обязательно контролируем риски и следим за загрузкой депозитов. Индекс доллара текущей котировки 105.70. Вчера мы сделали большой акцент на те релизы, которые были опубликованы на прошлой неделе. Я думаю, что очень важно напомнить, что главный релиз в прошлой неделе это индекс PC, индекс расходов наличного потребления, который остался, базовое значение осталось на прежнем уровне 2,8%, хотя аналитики прогнозировали значительное снижение. При этом просто индекс расходов наличного потребления без оценки базовых компонентов вырос на 2,7% с 2,5%. И первый вывод, который сделали все, он, кстати, правильный, то что этот индекс свидетельствует о том, что инфляционные риски в американской экономике остаются повышенными. Мы могли убедиться в том, что высокая инфляция, влияющая на действия американского регулятора, уже стала причиной того, что рынок засомневался в уместности снижения ставки в США даже в сентябре. И мы постоянно говорим с отсылкой на инструмент FedWatch Tool, как в целом сейчас какое позиционирование на рынке и какие ожидания по поводу смягчения американской монетарной политики. Ну, я думаю, что просто по привычке мы можем делать акцент еще на июньское заседание, до которого все меньше и меньше времени, но там вероятность снижения ставки 11%, в сентябре вероятность снижения ставки 44%. Возвращаясь к данным по индексу расходов наличного потребления, это прям рост этих показателей, ковровая дорога для того, чтобы американский регулятор сохранял истребинную риторику. И вы знаете, если бы не вчерашние интервенции Банка Японии, которые привели к укреплению оппонента доллара по защитным свойствам японской иены, то я практически уверен, что американская валюта очень хорошо бы провела торговую сессию и в итоге восстановилась выше 106 пунктов. Но фокус внимания был смещен именно на японскую валюту укрепления почти на 600 пунктов, если взять резкое снижение пары доллар-иен с максимумом 160 иен за доллар. И сегодня, кстати, уже после того, как рынок успокоился, все-таки пришло осознание того, что Банк Японии вмешался, как в принципе и обещал. Но я не думаю, что этот фонд будет иметь какое-то долгосрочное влияние, проложительное влияние на американскую валюту. И здесь можно снова фокусироваться именно на американской монетарной политике, с которой мы вроде как разобрались. Ждем восстановления индекса доллара выше 106 пунктов. Золото в 1328 долларов за тройскую лунцию по-прежнему нет рекомендаций, каких-то интересных идей. Но если в целом интересует направление, то с учетом того фона, который мы с вами разбираем, это скорее всего потенциале движения вниз. Но для более интересной сделки нужно получить подтверждение того, что это направление верно от рыночного сантимента. Пока у нас распределение 50 на 50. Евро против доллара 1,07 текущей котировки, но с открытия текущей сессии евро находится под серьезным давлением. Вчера вышли данные по инфляции в Германии в соответствии с прогнозами 2,2% в данном выражении индекса потребительских цен. Ну, никаких сюрпризов и никаких дополнительных входных. В целом инфляция приближает к целевому значению и подстегивает ожидания того, что Европейский центральный банк имеет достаточно основания для снижения ставки в июне. Сегодня будем анализировать данные по ВВП Германии. Напомню, что в четвертом квартале немецкая экономика снизилась на 0,3%. И сегодня, по прогнозам, эта оценка за первый квартал уже ожидается прирост на 0,1%. Но мы уже в последнее время не раз могли убедиться в том, что очень много сюрпризов от статистики стоит ожидать. И я допускаю, что значение квартального прироста экономики Германии будет не таким. В лучшем случае это будет нулевая динамика, в худшем мы увидим снова данные со знаком минус. В годовом выражении экономика Германии завершила в прошлый год снижение на 0,4%. Поэтому, наверное, вывод нужно сделать однозначный, что экономические условия остаются такими же сложными, как и раньше. И поэтому Европейскому центральному банку нужно помогать экономике стимулировать экономический рост за счет более льготных условий кредитования и низкой ключевой процентной ставки. По поводу ВВП Еврозоны ожидаем прироста в квартальном выражении на 0,1%, в годовом на 0,2%. Но здесь тоже, скорее всего, значения будут около нулевые. И по инфляции я допускаю, что индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,4% до 2,3%, что может стать еще одним аргументом для того, чтобы Европейский центральный банк снизил ставку в июне и потом до конца этого года анонсировал еще пару аналогичных изменений в гуманитарной политике. Доллар канадец 1,3680. Анализируем именно перспективы снижения процентной ставки в Канаде в июне и тоже отталкиваемся от данных по инфляции. Напомню, что инфляция в Канаде снизилась с 3,2% до 2,9% и, соответственно, оказалась в целевом диапазоне от 1 до 3%. А что касается базового индекса потребительских цен, то он просил до 2%. Поэтому ждем просто выполнения обещания Тифа Маклима, который делал большой акцент на то, что как только индекс потребительских цен стабилизируется в границах и в пределах цели, то банк Канады не раздумывая снизит ключевую процентную ставку. Это, скорее всего, произойдет точно в июне, поэтому мы и шартим канадский доллар в расчете на реализацию подобного сценария. Плюс ко всему, на канадский доллар сейчас еще оказывается влияние снижения цен на нефть. Косировки Brent 87 долларов, ждем движения в район 85 долларов за баррель. Есть предпосылки для этого снижения на фоне относительной деэскалации, геополитической напряженности, но, по крайней мере, есть информация о возобновившихся переговорах между Хамасом и Израилем, которые проходят в Каире. Если будут какие-то договоренности, то, в конечном счете, да, это приведет к урегулированию конфликта, я надеюсь, или еще большая деэскалация геополитической напряженности снимет с повестки, риски, связанные с перебоями поставок нефти и, к сожалению, лишит покупателей нефти премии за риск. Поэтому снижение остается в приоритете. Доллар-франк, цель 0,92. Благодаря Джордану, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, мы понимаем, что в июне ставка в Швейцарии снова будет снижена. Очень важный будет отчет в четверг в Швейцарии, потому что это данные по инфляции. Прошлая оценка показала, что в годовом выражении потребительские цены снизились до 1%. Если будут похожие значения, то ставка Национального банка Швейцарии будет скорректирована в июне до 1,25%. И доллар-иена 156.80. Текущие котировки, я практически уверен, что мы наблюдали за сломом восходящего тренда. И если сейчас все-таки спекулянты попробуют снова выкупить валютную пару, то решительность Банка Японии будет уже более значительной, и мы получим еще более серьезный нисходящий импульс. Поэтому настраиваемся на отработку долгосрочной идеи, когда пара доллар-японская иена будет последовательно корректироваться существенно ниже 150 иен за доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!